В эту субботу, 13 августа, впервые прошел Нарвский энергозабег. Мероприятие торжественно открыл мэр города Нарвы Тармо Тамистэ. Команда, которая организует этот побег, собрался в Нарвской крепости. И, как видите, время летит быстро. Сейчас август этот день наступил. Я всем участникам всех забегов желаю сил и хороших результатов. И еще очень радостно то, что после Второй мировой войны, это первый раз, когда в Нарве проводится чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Это тоже очень важная дата. Погода как раз такая, что длинную дистанцию бегать хорошо, вода не закипит. Еще раз всем хорошего дня и много сил всем участникам. Селегас из Кулутан, Нарва, Энергия, Йоксу, Аватокс. Это совершенно новое мероприятие, целью которого является повысить значимость и доверие в культурной и спортивной жизни Эстонии. В программу Нарвского энергозабега вошли бег на 7 километров, ходьба с палками, полумарафон и детские забеги. В полумарафоне прошел чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Об итогах мероприятия нам рассказал его организатор Мати Лилиалик. Можно сказать, что это мероприятие удалось. И если смотреть на спортивные достижения, то время победителей было очень хорошее. В спортивном отношении трасса была очень быстрая. В мероприятии приняли участие участники из разных стран. Второе место занял спортсмен из России Юрий Виноградов. На мероприятии было представлено 8 государств, участников более 2000 человек. Так что для первого раза это очень хорошо. Хотел бы похвалить город Нарву, партнеров города Нарва, которые помогли провести это мероприятие. Без них не получилось бы такое мощное мероприятие. Помощь чувствовалась на каждом шагу. И мы этим очень довольны. Я думаю, что такие пробеги очень важны для этого, что для людей нужна какая-нибудь цель, чтобы заниматься регулярно спортом. Я лично тоже три последние месяца регулярно занимался, пробегал. И двигаться надо поэтому, чтобы человек, люди пожили дольше. Потому что самая большая проблема в Эстонии, это что люди слишком мало двигают. И так-то начинаются проблемы с сердцем и так далее. И это одна из самых главных причин, почему срок жизни в среднем в Эстонии такой низкий. Так что это очень конкретная цель для людей, чтобы заниматься спортом регулярно. И в этом регионе такого пробега не было. В Толлине есть некоторые. В регионе здесь и Нарвии специально не было. Так что это, по-моему, очень хорошо, что сейчас уже такой пробег есть. И точно это будет в следующем году тоже. Но я пробегал удивительно хорошо. Я не думал, что я так быстро буду пробегать. Время было меньше чем 1 часа 30 минут, где-то 1 часа 28, чем-то. И я планировал где-то так 1 часа 40, меньше 45, 40 где-то там. Так что очень хорошая трасса была. Хорошая трасса, очень быстро и очень приятный пробег. Мой сын бегает сегодня 7 километри и как в стритте. И те же участвуют, но я травмировал в конце мая. Эстонский парламент и финский парламент у нас был футбольный матч и травмировал ноги после этого операции. И я сейчас еще не могу бегать. Но сейчас я закончил сам 6 лет назад профессиональный спорт. И первые пару годов было, конечно, такое очень трудно смотреть, когда другие выступали. А сейчас я уже привык. А я следующий год я тоже буду здесь. Участвовать? Да, 100%. Когда нет травм. Из мужчин первое место занял Валимея Вильер, второе место Юрий Виноградов, третье место Алексей Марков. Из женщин первое место заняла Алина Луйк, второе место Лейла Луйк и третье место Эгле Мятос. По мнению участников, мероприятие очень полезное и нужное. Ну, пробежал, читаю для себя нормально, потому что погода была как раз такая, как надо, солнечки нету, не жарко, такая температура отличная. И, ну, смотрели, конечно, часы тоже, то есть писался в свое такое контрольное время. И я очень доволен, что я это сделал. Тяжело было пробежать эту дистанцию? Ну, поскольку я как бы постоянно все-таки тренировался, то я себя знаю, я не делал каких-то таких нечеловечных усилий там. То есть бегал так, как я чувствую, что смогу это делать, чтобы было приятно. Ну, честно говоря, это как-то вопрос чести, что ли. Все-таки такое хорошее мероприятие, спортом занимаешь, но надо хоть где-то участвовать на соревнованиях тоже. 7 километров и без зачета времени. Почему без зачета времени выезжали? Главное – участие. Как ампетанция? Мне очень понравилось. Мне кажется, все, кто бежали на дистанцию, здесь очень много людей не из Нарвы, не из Адамином, а со всей Эстонией. Я думаю, им было очень-очень интересно, потому что я видела, что по дистанции люди, например, отходили, смотрели на Ром, на другой берег, реки. Мне кажется, очень хорошо. Самые маленькие друзья бега приняли участие в детских забегах в парке Нарвского замка. Всем завершившим 7-километровую дистанцию по бегу и ходьбе, а также полумарафонскую дистанцию «Викинг Лайн» подарил круиз в Хельсинки. За спортивной частью дня последовала увлекательная культурная программа. На установленной на Петровской площади сцене выступила Анна Вески. После концерта все желающие смогли посмотреть реконструкцию Нарвского сражения в рамках исторического фестиваля «Нарвская баталия». В следующем году Нарвский энергозабег мы планируем провести в это же время на вторые выходные августа в субботу в городе Нарва. Цель этого мероприятия – предложить жителям Идавирума и Нарвы радость движения и сделать пропаганду на спорт и здоровье, чтобы люди осознавали, как полезно движение, чтобы не только на мероприятиях участвовать, а двигаться каждый день, бегать, плавать, кататься на велосипеде. Нарвский энергозабег проводится по инициативе «Эсте энергия», Нарвской городской управы, Министерства культуры и МТЮ спордиюритесте Королдамисеклуби.